МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Эфир национального телевидения Чувашия, информационная программа «Республика» в студии Ольга Пырычкина и в этом выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Праздник дружбы двух регионов – Чувашии и Ульяновской области. Тесные отношения между нами основываются на устойчивом фундаменте. Первая чувашская школа была открыта именно в Симбирской губернии. С тех пор культурные и духовные связи становятся все крепче. Праздник дружбы двух регионов начался в новом микрорайоне села Шамурша. Здесь недавно завершилось строительство многоквартирного дома. Среди счастливых новоселов – семьи, проживавшие раньше в аварийных бараках. Мы сейчас очень довольны. Очень хорошая квартира. Однокомнатная, прям вообще удобство. В ближайшее время в благоустроенные квартиры переедут еще 23 шамуршинские семьи. Для них в районном центре возводят новый дом. На сегодня мы переселили 40 семей из ветхого аварийного жилья. Новые добротные со всеми удобствами квартиры. На этой цели на днях, в конце сентября, где-то порядка 60 миллионов мы используем все эти деньги. В результате, в конце сентября, мы все два этапа переселения граждан. Всего 63 семьи получат квартиры. И мы готовы уже перспективу плавно переходить к третьему этапу переселения граждан. Опыт строительства многоквартирных домов в районных центрах заинтересовал ульяновцев. Очень здорово, что наши субъекты Российской Федерации, Чувашская Республика, Ульяновская область, являются инициаторами замечательного проекта в кругу друзей. У нас с вами есть огромное желание реализовать на той или иной территории, в рамках этих встреч, вот эти муниципальные инициативы. Инициативы простых людей, чтобы их поддержать, развить, обменяться опытом. И таким вот образом сделать территорию двух субъектов Российской Федерации максимально комфортной и счастливой. Руководители двух регионов приняли участие в открытии нового здания Центра социального обслуживания населения. Модернизацию подобных учреждений считают в республике приоритетной задачей. Открывается Центр обслуживания населения, это практически вообще новый объект. И приехали посмотреть на самом деле, как выполняется государственная программа обслуживания старшего поколения, наших дорогих ветеранов. Мы, могу сказать ответственно, уважаемые дорогие ветераны, свои обязательства с честью и достоинцем выполняли и будем выполнять. На строительство этого центра было выделено более 40 миллионов рублей. Жилые комнаты для пожилых ничем не отличаются от комнат в домах отдыха и санаториев. Для реабилитации ветеранов созданы все условия. В спортивном зале установлены современные тренажеры, а компьютерный класс оснащен новыми мультимедийными установками. Губернатор области Сергей Морозов отметил, что в подобных центрах нуждается и их регион. Возводить новые объекты в Ульяновске, намеренно опираясь на опыт Чувашии. Подробнее о том, как прошел праздник дружбы Чувашии Ульяновской области, мы расскажем завтра в программе «Республика». Великая Отечественная война закончилась 70 лет назад, но памятники героям сражения все еще устанавливают в разных уголках нашей Родины. В Батревском районе установили вертолет Ми-2. В рамках рабочей поездки Михаил Игнатьев побывал на торжественном открытии военного экспоната. Теперь в день воздушного флота России в селе Шигрданы будет где вспомнить односельчан, отдавших свои жизни за единство и целостность нашей страны. На аллее героев в память о них установили вертолет Ми-2, как символ отваги и героизма батаревцев. Сегодня открывается вот этот новом формате мемориальный комплекс. И я благодарен и признателен всем тем жителям села Шигрданы, другим нашим ответственным жителям Чувашской республики за ту инициативу, которые решили создать этот мемориальный комплекс в честь погибших в наших локальных конфликтах, регионах Северного Кавказа, погибших в Афганистане, с одной единственной целью, чтобы наши дети, молодое поколение, работали, жили в мире и согласии. Вертолет появился в селе благодаря инициативе нашего земляка, героя России Николая Гаврилова. Россия такая страна, как будто она специально сделана для вертолета. Вертолет может сесть на любой площадке, в любом дворе, и поэтому он нашел массовое применение и в мирном, и в военном деле. Этот вертолет является учебной партой для всех вертолетчиков. Он является связистом, спасателем, разведчиком. Он может все. Здесь уже есть монумент сельчанам, павшим на войне, и стелла в память о Минхайдере Вахалитове, погибшем в боях в Афганистане. В планах у героя России установить здесь еще один экспонат – гаубицу М-30. Михаил Игнатьев побывал в Тарханском психоневрологическом интернате. Посмотрел, как живут подопечные, как поддерживают здесь их здоровье. В разговоре с временно исполняющим обязанности главы участвовали сотрудники интерната и его обитатели. На встрече с жителями в Нарваш-Шагалинском сельском доме культуры были подведены итоги социально-экономического развития района за 7 месяцев этого года. И, конечно, поговорили о планах на будущее. 13 сентября в Чувашии будут выбираться не только главу республики, но и депутатов органов местного самоуправления. Предстоит избрать более 3700 депутатов. В Чебоксарах выборы пройдут по смешанной избирательной системе. 22 депутатских мандата будут распределены между списками политических партий. Еще 21 депутат избирается по одномандатным избирательным округам. Чебоксарское собрание депутатов прошлого созыва изменило порядок формирования представительного органа власти в столице. Чувашии. Теперь народных избранников на 10 больше. 43 человека. Впервые у нас участвуют политические партии, избирательные объединения на этих выборах. Ну, в частности, выдвижение кандидатов производило 9 избирательных объединений. В настоящий момент на выборах остались 7 избирательных объединений. 6 из них представлены по единому округу, избирательному округу. И еще одно избирательное объединение выдвинуло кандидатов по одномандатным округам. На сегодняшний день, мы можем сказать, зарегистрировано уже 127 кандидатов по одномандатным избирательным округам. И 290 кандидатов у нас зарегистрировано по единому избирательному округу. Самое большое количество кандидатов, 8, зарегистрировано в северо-западном районе в избирательном округе номер 14. Это улица Мичмана Павлова, 139-й стрелковой дивизии, бульвар юности. Меньше всего кандидатов в 5 в 10-м избирательном округе Новоюжного района. Улица Ленинского комсомола, Герский бульвар и проспект 9-й пятилетки. Подписи в поддержку и данные о кандидатах проверяли различные станции. Федеральная миграционная служба, учебные заведения, ГАИ, рекпалата. В результате многим недобросовестным претендентам было отказано. В ходе проверки этих сведений, которые поступают из официальных органов, являются очень интересные факты. Например, некоторые кандидаты в подписные листы, которые они представляют, включают избирателей, которые уже усопшие. Но подписи, тем не менее, в подписном листе стоят. И хочется тут задать вопрос, какая же морально-этическая сторона этого дела, как же они могут подменять волю избирателей, включая лиц, которые на том свете, и включать их в подписные листы. И мы вынуждены отклонять такие, значит, кандидатуры. И есть у нас случай, когда просто массовые фальсификации в подписных листах. У нас один из кандидатов из 103 представленных подписей, 72 было фальсифицировано, и мы направили эти документы в Следственный комитет. В профессионализме членов муниципальной избирательной комиссии сомневаться не приходится. Большинство из них имеют опыт работы на выборах различного уровня. Комиссия у нас скомплектована по тем принципам, которые изложены в законодательстве, в законе. Она представляет различные политические спектры. У нас представлены все парламентские партии в нашей комиссии, всего 12 членов комиссии с правом решающего голоса. Но есть, кроме того, и не парламентские партии. Сейчас начался агитационный период. Кандидаты активно участвуют в массовых мероприятиях, общаются с жителями округов, собирают наказы и пожелания. Словом, у избирателей есть все возможности выбрать достойных, по их мнению, депутатов. Татьяна Молок, Валек Якимов, Республика. 20 августа в столице республики пройдет традиционное августовское совещание педагогов. Приемка школ к новому учебному году уже завершена. В этом году провели капитальный ремонт в 104 образовательных организациях. Отремонтировали 29 спортивных залов, заменили ученическую мебель и оборудование. Провели благоустройство территории и проверили систему отопления. 1 сентября 2015 года школьный звонок прозвенит для 12,5 тысяч первоклассников. А всего в школы республики пойдут 127 тысяч детей. По итогам прошлого года пять ученических заведений вошли в список 200 лучших сельских школ России. Шесть в топ-500. Лицей номер три города Чебоксара занял 22 место в списке 200 российских образовательных учреждений. На традиционном августовском педсовете, который пройдет завтра в Чебоксарах, будут говорить о выборе профессии, о том, куда направить таланты школьников. В первой половине дня, 20 августа, на базе учреждений высшего и среднего профобразования будет работать 13 дискуссионных площадок. А во второй половине дня откроется пленарное заседание. В ФАЕДе Качегу пройдет презентация лучших проектов Республиканского фестиваля научно-технического творчества молодежи. В канун новоучебного года особое внимание безопасности на дорогах и железнодорожных переездах. Соблюдение правил дорожного движения – это то, к чему должны стремиться все участники движения. Сегодня на сети российских железных дорог прошел единый день безопасности. Что он из себя представляет – в следующем материале. Железнодорожный переезд около деревни Большие Карачуры является одним из наиболее опасных. Большой поток автомобильного и железнодорожного транспорта увеличивает шансы дорожно-транспортных происшествий. С начала этого года на переездах республики произошло две аварии. Казалось бы, немного, но в прошлом году одна. Стало быть, рост в два раза. Цель сегодняшнего мероприятия – это все-таки в первую очередь довести до водителей ту статистику и ту негативную обстановку, которая происходит на железнодорожных переездах. И все это происходит из-за недисциплинированности водителей, владельцев атотранспортных средств. И наша задача сегодня – достучаться до водителей на данном переезде, раздать им памятки, правила дорожного движения при пересечении железнодорожных переездов. Представители ГИБДД и железнодорожники проводят такие рейды далеко не в первый раз. В основном на переездах с интенсивным движением поездов и автомобилей. Время от времени надо, наверное. Конечно, надо остановиться и убедиться, что нет поезда, и впереди свободная дорога, чтобы проехать. Как-то требует и правила дорожного движения. Надо, конечно, обязательно надо. А почему? Очень много нарушают. В республике оборудованы 44 железнодорожных переезда, три из которых – регулируемые. Профилактические беседы – лишь часть комплекса принятых мер. На участках с пересечением пути устанавливают камеры видеонаблюдения. При тесном взаимодействии с ГИБДД республики Чувашии мы все-таки решим этот вопрос, они будут подключены. И сотрудники ГИБДД могут фиксировать все нарушения, которые происходят на данных железнодорожных переездах. Работа в этом плане будет проводиться. Специалисты отмечают – самое главное при движении через железнодорожный переезд – быть внимательным и соблюдать правила дорожного движения. Только так можно обезопасить себя и окружающих людей. Татьяна Леонтьева, Сергей Рябчиков, Республика. В Маргаушском районе полицейские задержали мужчину, занимавшегося вымогательством. К служителям порядка обратилась жительница района, которая заявила о пропаже домашнего животного. В ходе разбирательства оперативникам удалось установить, как произошла кража. Оказалось, что у сына позвонившие сельчанки вымогали 50 тысяч рублей. Подъехал в дом у 29-летнего мужчины в компании молодых людей. Подозреваемый нанес хозяина побои и в качестве залога похитил барана. Как сообщили в отделе МВД в Маргаушском районе, в отношении 37-летнего научебоксарства возбуждено уголовное дело за вымогательство с применением насилия. В случае, если вина подозреваемого доказана, мужчина может быть осужден на лишение свободы на срок до 7 лет. Чувашия вновь принимает соревнования общероссийского масштаба. На этот раз в республику приехали юные спортсмены с нарушением зрения, слуха и опорно-двигательного аппарата. Они в течение 10 дней разыграют медали летней спартакиады инвалидов. Поздравить спортсменов с началом стартов приехал заместитель министра спорта России Павел Колобков. В России спартакиады инвалидов проходят всего во второй раз, но уже стремительно набирают обороты. Тут принимают участие те, кто только начал делать шаги в большой спорт. А это более полутора тысяч спортсменов из 51 региона страны. Участие в таких соревнованиях для них может оказаться отличным началом спортивной карьеры. Для паралимпийского спорта эти соревнования очень важны. Мы как раз ищем талантливых спортсменов, которые могут прийти в сборную команду параолимпийского комитета. Это сборная команда параолимпийской России, потому что на следующий год, как мы знаем, уже будут параолимпийские игры. Наша команда, команда готовится, команда очень сильная. И мы надеемся, что мы также будем выступать очень успешно, как мы выступили в Лондоне. Значимость подобных соревнований не подлежит сомнению. Согласен с этим и заместитель министра спорта России Павел Колобков. То, что мы сейчас проводим спорткиаду, проводим такие комплексные соревнования, это тоже стимул, с одной стороны, для инвалидов заниматься спортом, с другой стороны, это стимул для регионов открывать детско-юношеские спортивные школы, привлекать инвалидов в сборные команды, направлять их на соревнования, проводить у себя подобные соревнования. В том числе мы дополнительно выделяем субсидию для базовых регионов по адаптивному спорту. Для многих участников эти соревнования стали первыми крупными стартами. Переживают все юные спортсмены, но волнение ничуть не мешает детскому энтузиазму и оптимизму. Волнение, конечно, было, но мы старались совладать с ним. Я думаю, что у меня получилось, но волнение в каждой игре присутствует, без него никуда. Я хочу выиграть хотя бы один раз. Этого, по-моему, будет достаточно. Мы в самом начале. Нам бы хоть кого-нибудь выиграть. Пока волнуемся сильно. Просто участие нас уже не устраивает. Многих этих людей мы уже видели. Немножко общаемся, встречаемся, тренировки совместные. Хотелось бы хоть чего-нибудь выиграть. В рамках спартакиада инвалидов участники разыграют награды в шести видах соревнований. Плавание, легкой атлетики, боча, дзюдо, голболе и настольном теннисе. Причем впервые включены спортсмены с интеллектуальным нарушением. Команды от Чувашской республики в этом направлении, правда, нет. Но сформированы пять сборных среди детей с поражением опорно-двигательного аппарата, слуха, зрения, которые продолжат борьбу за медали. Екатерина Абрамова, Дмитрий Ковалев, Расиль Мухаметов, Сергей Рябчиков, Республика. Ветер, тучи, моросящий дождь. Погода в августе не балует. Жители республики укутываются в шарф и надевают свитера и шапки. Ожидается ли потепление, в ближайшее время узнали наши корреспонденты. Буквально за пару дней лета все мы сменили легкую одежду на теплые брюки и демисезонные куртки. В такой холод не радуют ни зеленые деревья, ни красочные цветы. Как вам погода? Хотелось бы лучше. А влияет ли погода на ваше настроение? Иногда да. Сегодня, слава богу, хорошо. Очень сыро, хочется на море, на солнышко. Лето кончается, кончается. А к зиме надо готовиться. По прогнозам синоптиков, завтра погода значительно улучшится. Под влиянием антициклона облака рассеются, температура воздуха прогреется до 25 градусов тепла. Но уже с 23 августа очередной холодный фронт принесет новое, еще более сильное похолодание, вплоть до заморозков. С надеждой на бабье лето, Екатерина Куприна, Олег Якимов, Республика. На этом у меня все. Я с вами прощаюсь и всего вам доброго. Субтитры сделал DimaTorzok